Всем привет, ребята! С вами Распаковочка-упаковочки на дворе 28 февраля 2022 года. Сегодня мы с вами поговорим о покупочках на сайте Озон, точнее о подарочках, которые мы преподнесли сами себе, скажем так. Но подарочки не просты. Подарочки эти были на Новый год, внимание, 2021. 2021. Мы открываем их в 2022. И не потому, что мы про них забыли или что-то ещё. Нет, мы про них не забывали. Мы про них помнили. Но так как я знала точно, что там, и понимала, что, скорее всего, мне это до поры до времени не пригодится, я подумала, ну ничего страшного, открою в 2022 году, и будет такой, типа, подарок на 2022 год. Потому что, мне кажется, у нас как таковых, да, ну, так как мы друг друга со Станиславом с праздниками не поздравляем, поэтому у нас редко такое бывает, что совпадает и подарок, и праздник, и всё такое, бинго, вот, скажем так. И поэтому на 2022 год у нас подарочков не было друг для друга, как, в принципе, обычно, да. Но вот как-то так сошлось, что в 2021 году были, были, да, но мы их, видите, как не открыли ещё. Прикол в том, что здесь находятся книги, которые я у Станислава как раз-таки просила на этот период времени, потому что они были с огромнейшей, просто шикарнейшей скидкой, я прям даже не знаю, как ещё по-другому это сказать, как назвать, такой я никогда, нигде не видела, ни в одном книжном, и даже на Азоне такого не было, но вот, видите, какая-то такая акция была, и вот как-то всё так сошлось. И всё бы, друзья, ничего, но я забыла одну маленькую особенность этих посылок. Здесь не только были мои книги, ну, как бы и есть, я надеюсь, кстати, что с ними всё в порядке, но тут ещё есть также вещи, которые я заказала для Станислава, например, та же расчёска. Я вот вспомнила, что здесь должна быть расчёска для Станислава, которую я собирала, ну, вот, знаете, как мужская косметичка, чтобы у него всё было, и расчёсочка, и то, и другое, и всё такое. Я вот помню, как я это всё тщательно собирала, выбирала, покупала, вот. И я такая думаю, блин, тут же расчёска лежит, её надо срочно находить. Там какая-то особенная она была, я помню, я её так долго выбирала, вот. И я забыла этот момент, я такая, ну, если бы я раньше знала, да, что здесь она лежит, если бы я вспомнила этот факт, то я бы, конечно, так долго не задерживала бы эти посылочки, я бы их вскрыла, по крайней мере, бы нашла, и как бы, ну, как-то по-другому бы поступила. Но так как всё пошло вот именно по такому сценарию, так я думаю, ну, ладно, и плюс, и плюс. То есть первое здесь подарочки, ну, получается, да, подарочки Станислава мне на Новый год 2021, потом то, что я выбирала ему, ну, в основном я только помню, если честно, только расчёску в те посылки, да, что, ну, в те заказы, что было сделано, какие, да, продукты положены в корзину, вот. И ещё какие-то товары, которые мы покупали, и вот что в них входило, мне вот достаточно сложно вспомнить. Да, по поводу подарков Станиславу я всё-таки думаю, что они были или в других посылочках, или были на другие праздники, потому что, да, ну, не то, что на другие праздники, я имею в виду, может быть, я просто покупала другие периоды, вот то, что я говорила, и про косметичку, и про рюкзачок, вот помните, вот эти вот все вещи. Ну, темы, кстати, взяли на весну, и вот как раз весна, да, подходит, ребята. Кстати, поздравляю, завтра у нас 1 марта 2022 года, очень сложный период, очень страшный период, но, блин, нужно держаться всем вместе, надо как-то выстоять это время, вот, поэтому, так сказать, будем молиться за мир во всём мире. Итак, у нас на обзор получается 6 посылок. Посылка номер 1, посылка номер 2, посылка номер 3, посылка номер 4, посылка номер 5 и посылка номер 6. Да, в общем, укомплектовала как могла. Получилось, кстати, довольно аккуратно. Я прям очень была рада, когда пришли эти посылочки, потому что я их смогла утрамбовать, даже не утрамбовать, а, знаете, как аккуратненько всё сложить в один из, мне даже не знаю, как его, в одну из полок нижнюю, я вам показывала, ну, хотя нет, наверное, её я не показывала, это наш новый шкафчик, ну, сейчас, понятное дело, уже не новый, но хорошо он служит, служит свою службу, хоть уже в некоторых местах, так сказать, появляется, понятное дело, из-за наших мягких и пушистых всякое, но, в принципе, служит он, да, действительно хорошую службу, наш шкафчик, вот, и там всё это помещалось и очень хорошо, аккуратно хранилось, что меня, соответственно, очень и очень радовало, вот, и до сего момента радует, потому что всё, видите, как мне осталось только протереть и показать вам, и посмотреть самой, что же тут было и есть, вот, но, единственное, хочу поправиться, я сказала на обзор, но посылочки не на обзор, это мы покупали сами, поэтому, вот, посылочки будут просто, ну, чтобы мы с вами поглядели, что было в заказе, вот, скажем так. Так, ребята, я так счастлива, оказывается, кроме тех вещей, которые я ожидала, да, я думала, что же это ещё за вещи, оказывается, это средства личной гигиены, это, вот, знаете, как бы это так сказать, чтобы, ну, вот, я думаю, вы меня поймёте, иногда кажется, что как-то идёт, да, ну, ход событий идёт странным образом, но всё равно складывается наилучшим для вас образом, потому что вы не знаете наперёд, что может быть, да, вот я, например, не знала, что именно в этот день, да, в эту минуту, ну, как ещё сказать, мне потребуются эти средства, да, и тут всё есть, представляете, я только недавно просила Станиславу купить ватные диски, ватные палочки и эту зубную пасту и прокладки, вот именно тот набор, и, кстати, вот эти вот зубные щётки тоже нам нужны были, то есть вот всё ровно то, что я ему писала в списке, да, и я попросила его купить побольше, вот, вот всё ровно то же самое оказалось здесь, вы представляете, вот не дать не взять, вот всё именно, ну, то же самое, ну, единственное, я бы взяла, наверное, другую пасту, да, не биомед, а взяла бы, например, сплат, да, всё, остальное, всё остальное, в принципе, ну, ну, можно было бы, понятное дело, взять какие-то другие товары из этих категорий, но, блин, я до сих пор в шоке, представляете, вот именно то, что я хотела, тут и эти ватные диски Green Day, над которыми я прикалываюсь, помните, Green Day, это, ну, типа, группа же, да, вот, и, блин, ну, я реально, я в шоке, единственное, знаете, я переживала за тот момент, что у прокладок тоже есть свой срок действия, ну, то есть срок, до которого они могут быть использованы, и, слава богу, слава богу, здесь, смотрите, до, там, по-моему, Libres до 11-22, а Always, вот эти вот Always оранжевенькие, ну, я не буду, как бы, подробно останавливаться, просто покажу их так немножко, вот, они, по-моему, до 5-22, то есть до мая 2022 года, блин, я просто, я в шоке, и прикол-то в чём, ребят, прикол даже, ну, в этом тоже, но ещё в чём, Станислав недавно всё купил по списку, ну, сказал, Даш, я купил не всё, я купил только по чуть-чуть, вот, в связи с нашим сейчас положением, я такая, ну, ладно, ок, потом докупим остальное, вот, вот, я такая, блин, вы представляете, то есть всё то, что мне было необходимо, то есть я хотела с запасом купить, чтобы были ещё ватные палочки лежали, и ватные диски, то есть не те, которые мы вот в данный момент используем, а те, которые нам, ну, понадобятся чуть попозже, и всё это оказалось здесь, представляете, то есть получилось, я, как, получается, да, я просила у Вселенной, да, это я уже, знаете, с учётом того, что было в этом году, с вот этими желаниями, вот этими марафонами, ну, помните, да, не будем называть фамилий, вот, и я такая, ну, реально я пожелала у Вселенной, извиняюсь, ребята, пришлось мне прерваться, в общем, я просила, получается, у Вселенной именно определённую партию определённых товаров и определённое их количество, и получилось у меня в руках сейчас именно ровно столько, сколько я просила, то есть несмотря на то, что Стас не купил часть, а она оказалась здесь, потому что, понимаете, блин, вот осознание всего этого, оно просто, ну, настолько меня удивляет, вот какие-то повороты такие, вроде бы как бы можно сказать, ой, да это мелочь, да ерунда какая-то, вот, но для меня это не мелочь, я сейчас всё это осознаю, блин, это так потрясающе, ой, я вообще, я в шоке, причём вот именно то, что надо, представляете, вот то, что надо, вот, ой, у меня просто нет слов, но я не буду почему останавливаться долго, потому что у нас много с вами книг, которые я бы хотела вам показать, они просто потрясающие, как я уже говорила, шли с огромнейшей скидкой, которую я не видела вообще за всю жизнь, мне кажется, таких скидок не было нигде, хотя бывали же, да, выгодные предложения, вы видели на моём канале, когда я распаковывала те или иные вещи, те или иные предметы, вот, в общем, что хотела сказать, я просто знала, что в тот период времени мне всё равно не прочитать эти книги, я не успею с ними никак, да, позаниматься, и поэтому я подумала, ну ладно, значит, открою их в следующем году, получается, ну вот в этом, да, в котором я уже открыла, вот, и поэтому как бы всё это спокойно, всё это, знаете, в таком на лайт режиме, поэтому единственное, я волновалась насчёт остальных, да, товаров, ну, слава богу, видите, всё с ними в порядке. Прикол, прикол ещё в чём, я не могла найти расчёску, то есть про которую я вам рассказывала, расчёску для Станислава, и потом я поняла, там оставалась ещё одна маленькая коробочка, видимо, товар там, ой, я в шоке, но это уже будет в другом видео, поэтому, ребятки, не расходимся, я сейчас буду показывать книжки. Итак, ребят, я, наверное, перечислю все книжечки, которые тут есть, и потом про каждую расскажу более-менее понемножечку. Итак, книга номер один – это тибетская книга мёртвых, книга номер два – это магия апокалипсиса, книга номер три – большая книга магии, полное руководство по созданию заклинаний, книга номер четыре – северные руны, книга номер пять – это руны для начинающих, книга номер шесть – это записки практикующей ведьмы, книга номер семь – называется Таро – суть, значение и работа самой известной колоды в мире, книга номер восемь – это египетская книга мёртвых, книга номер девять – это Таро – ключ к силе стихий, и книги десять-одиннадцать – это «Час ведьмы» и «Магия Бразилия». Они идут комплектом. Итак, дорогие друзья, вы видите, что книжечек достаточно, я бы даже сказала много, книга, их всего одиннадцать штук, часть из них – это был подарок Станислава, да, на Новый год 2021, и, получается, сейчас он уже перешёл как подарок на Новый год 2022. Вот. Что я могу сказать? Все книги на одну, как вы видите, тематику, какие-то книги я прям помню, по каким параметрам я выбирала, какие-то вот, например, вот эту книгу я не помню, почему я взяла, наверное, потому что у неё были хорошие отзывы, ну, на неё я имею в виду, вот. И, в принципе, потому что мне нужно попрактиковаться, а чтобы практиковаться на чём-то, надо знать теорию, вот. И, в принципе, из-за этого я и сделала заказ, ну, выбор, скажем так, выбор, да, в пользу этих книг. Знаете, что удивительно? Эта книга выполнена в таком стиле, я именно про обложечку сейчас говорю, что тактильно, не то, что вот суперприятно, оно, скорее, знаете, как приятно и в то же время интересно сделано. Если карты идут в таком вот в гладком формате, вот сейчас увидите, да. А остальное, например, возьмите в руки колоды Тароиды, начнутся перемены. Мне даже вот этот лозунг прям понравился. Вот. Что могу сказать? Когда начинаете трогать, да, обложку руками, что вот здесь, да, Таро, ключ к силе стихии, что вот здесь вот про перемены, да, очень интересно сделано. Я такое вообще никогда не встречала. То есть они, ну, не то, что вы их чувствуете, да, когда прикасаетесь к ним, но они, смотрите, как, они как будто бы вы, ну, вырезанные детальки, которые можно отклеить и вставить. Но на самом деле так, ну, такого здесь нет. Это просто кажется так. То есть тактильно ощущаются именно так эти буковки. Вот. По поводу египетской книги мёртвых. Если я не ошибаюсь, она была представлена или в одном, или в двух изданиях. Вот. Но то ли, наверное, у меня, знаете, как, не хватило именно на такую твёрдую обложку, да, такой вот прям массивный такой объёмный труд. И я подумала, что куплю в таком формате, пусть будет так, но хотя бы будет в таком. Вот. Наверное, да, всё-таки было два варианта. Или тот взять, или этот. Поэтому я остановилась на этом, потому что остальные книги, они всё-таки, как вы видите, такого более, ну, даже не более, а действительно дорогого формата. А эта книжечка, она попроще. Это я сейчас говорю не в смысловом формате, а по цене. Сейчас посмотрю, что тут сзади. Ну, тут, наверное, просто описание, да? В оформлении обложки использован папирус одной из сохранившихся книг мёртвых. Вот так вот, интересно. Так, книжка у нас следующая Артёма Лебедева. У меня сразу ассоциация с двумя фигурами, фигурами, я имею в виду, известными, да, в интернете. Но, если честно, кого-кого, но Артёма Лебедева я не знаю. Но, так как, видимо, были хорошие отзывы, потому что, если по другой какой-то причине, я не знаю, почему я взяла эту книгу. Но вот мне понравилось то, что здесь есть по самой известной колоде, да, схемы, я так понимаю, работы. А, всё, я врубилась, ребята, я врубилась. Что это за автор? Да, я помню его по фотографиям, я помню, да. Не знаю, как бы его, как специалиста, да, но просто лицо, лицо мне сразу стало знакомо, когда я его видела. Надеюсь, что книга будет классной, хорошей, и я надеюсь, что я всё-таки её взяла по отзывам, потому что, ну, обычно просто так я не беру, если это только какая-то такая литература, которую я вот знаю, прямо она мне понравится, и всё, тогда я уж точно, как бы никакие отзывы особо прям не читаю. Вот, но если это какая-то специализированная литература, всё-таки стараюсь, ну, даже не стараюсь, а всегда ознакомлюсь с отзывами. Всегда ли? Называется «Главное не соврать». Итак, следующая у нас книжечка называется «Записки практикующей ведьмы», как я и говорила ранее. Наталья Малиновская, автор, и, видимо, то ли серия, то ли издательство «Алхимия духа». Мне нравится, в принципе, как исполнена сама, хотела сказать, упаковка, сама обложечка данной книги, уникальные рунные заговоры, написанные рукой автора. Видите, как ух... Супер. Здесь у нас тоже фотография автора есть. Наталья Малиновская, потомственный практикующий маг, парапсихолог. В общем, насчёт... Вот насчёт этой книги были сомнения, я даже помню, потому что я думала, брать, не брать. Я так поняла, что... Вот что по поводу других книг, скорее всего, отзывы были хорошие, а вот по поводу этой книги были такие неравнозначные отзывы, ну, то есть кто-то говорил, что, типа, норм, интересно было, и всё такое, вот, а кто-то говорил, что, типа, блин, это какая-то ерунда, лучше не берите. Книга Лизы Песчел, руны для начинающих. Я в своё время думала, брать, не брать, я прям долго приглядывалась к этой книге, я не знаю почему, наверное, потому что на неё, ну, как бы, цена небольшая была, вот, ну, когда по скидке она была, но, в принципе, она и без скидки не такой уж прям высокой цены, да, но всё-таки надо всё равно немножечко потратиться, вот, но просто я думала, брать, не брать, нужно, не нужно, но я так поняла, что как основополагающая она книга очень даже неплоха, и вроде как её даже хвалят. Древнейший Оракул и Система Таинств. Кстати, если приглядеться, у неё очень такая интересная обложка, красивая, вот, на фотографии, которые были у самого товара, она не выглядела так красиво, я просто восхищена, я сейчас прям приглядываюсь, думаю, блин, офигенно. да, как вы видите, здесь сзади написано, что это полное описание 25 рун, изготовление рун и аксессуаров для их хранения, что меня, кстати, вот очень-очень волновало, ну, волновало в том смысле интересовало, скажем так, дайте силе рун возможность изменить вашу жизнь и исполнить ваше желание. Говорят, с рунами очень и очень нужно осторожно работать, если вы давно у меня на канале, мне, во-первых, очень приятно, во-вторых, я могу сказать, что у меня был ролик, посвященный распаковке рун, потому что я их заказывала, я их заказывала с Алиэкспресс, поэтому, кому интересно, пройдите по ссылочке, я постараюсь здесь её оставить, но если я вдруг забуду, всё равно мне напомните, вот, но я постараюсь это сделать. Итак, следующая книжечка у нас «Северные руны», Полрис Монфорд. Что по поводу этой книги? Это та книга, которую я тоже долго присматривала, ну, не то, что долго присматривалась, скорее всего, я её как заметила, она мне сразу прям полюбилась, вот, я просто мечтала, чтобы на неё была такая удобоваримая, скажем так, цена, да, чтобы я смогла её приобрести, и вот она у меня в руках, я не верю, ребята, я просто не верю, я её так хотела давным-давно взять, и вот моя мечта исполнилась. Тут, видите, есть рецензия Ольги Корбут, рунолога, автора книги «Руны теории и практик работы с древними силами». Просто я почему зачитываю, потому что Ольга Корбут, по-моему, тоже является таким вот специалистом в этом плане. Так, хотела ещё с вами книгу «Ольга Корбут» «Ольга Корбут» и «Ольга Корбут» «Ольга Корбут»